Амбрузия – карантинный сорняк, который цветёт всё лето и даже осенью, вплоть до октября. В наших широтах он успешно размножается и способен расти практически везде – возле водоёмов, дорог, на клумбах, газонах и приусадебных участках, а также на полях. Специалисты говорят, что трудно переоценить вред, который наносит амбрузия. Карантинный объект является опасным как для человека, так и для животных. Амбрузия вызывает аллергии сильнейшие, также распространяется в сельхозкультурах. Амбрузия очень быстро распространяется. Из одного кустика через пару лет могут разрастись сплошные заросли. Они не только образуют вредную для здоровья пыльцу, но и иссушают и обедняют почву, вытесняют полезные травы. На данный момент в Краснодарском крае установлено 4267 карантинных ситосанитарных зон. На общей площади 5 млн 538 тысяч гектар. Борьба с амбрузией возведена в задачу государственной важности. Причем специалисты советуют не скашивать растения, а вырывать их с корнем. Дело в том, что скашивание лишь провоцирует усиленный рост амброзии. На месте одного стебля появляется несколько. Уничтожать амброзию положено по закону. Эта обязанность лежит на владельце или пользователе земли. Согласно 206-му федеральному закону, обязанности об уничтожении карантинных объектов лежат на собственнике, арендодателе, арендовзятеле земельного участка и использователе земельного участка. Влечет, согласно статье административного кодекса 10.1, административной ответственности от 300 до 5000 рублей. Врачи считают пыльцу амброзии одним из самых опасных аллергенов, который может вызвать самые разные заболевания вплоть до астмы. Ни один другой сорняк не приносит такого большого вреда здоровью и хозяйственной деятельности человека. В Бармавире за работой по уничтожению амброзии следит специально созданная группа из числа сотрудников администрации города и других специалистов. Не дожидайтесь наложения штрафа. Уничтожьте амброзию. Влада Волошина, Александр Герасименко, Служба информации, телерадиокомпания «Вита», Армавир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова